МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более полусотни немецких танков начинают прорыв панфиловских позиций у разъезда Дубосекова. Им противостоят лишь 28 бойцов во главе с политруком Василием Клочковым. Все, что осталось от 140 солдат 4-й роты. Танки не прошли. За 4 часа боя 18 машин были сожжены, остальные повернули обратно. Но в этом сражении пали смертью храбрых и все 28 панфиловцев. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва. Эти слова, сказанные политруком Василием Клочковым перед боем, вскоре стали известны всей стране. О подвиге написала газета «Красная звезда». А 21 июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР всем участникам этого боя было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев вошел в историю Великой Отечественной войны и стал ярким примером мужества, стойкости и героизма советских солдат. Как мы знаем, войти в Москву гитлеровцам не дали. Дивизия генерала Панфилова непрерывно участвовала в тех боях и потеряла две трети личного состава. В архивах сохранились подлинные рапорты командиров рота батальонов, на основе которых потом и составлялись фронтовые сводки. В них мы нашли множество эпизодов, подтверждающих мужество и героизм панфиловцев. Но вот что странно, в этих документах нет ни слова о подвиге 28 бойцов, которые погибли, уничтожив 18 танков. Хотя событие такой важности обязательно должно было попасть в сводки. Первое ощущение было, что это какая-то ошибка, недоразумение, забывчивость, например, полкового писателя. Ведь по армейским правилам о всех событиях в жизни воинских подразделений составляются ежедневные справки. Из роты в батальон, оттуда в полк, потом в дивизию и так далее. Во время боевых действий значение этих сводок возрастает многократно. На их основе командующие принимают решения, от которых зависят судьбы сражений и миллионных людей. И вдруг бой, который, может быть, решил судьбу Москвы, никак не отражен во фронтовых документах. О нем ничего не сообщают ни командир 2-го батальона майор Решетников, ни командир 1075-го полка полковник Копров, ни командир 316-й дивизии генерал-майор Панфилов, ни командующий 16-й армией генерал-лейтенант Рокоссовский. Хотя 54 танка, брошенных немцами в прорыв, это огромная сила. А 18 машин, которые сожгли панфиловцы за 4 часа боя, это очень большие потери. Но даже если документы по каким-то причинам были утрачены, справедливость все равно восторжествовала. Это подтверждает указ о присвоении бойцам звания героя, причем подготовленный в начале войны, когда даже медали давали со скрипом. Мы уже почти решили для себя списать отсутствие документов на неразбериху военного времени и пройти мимо этой темы, но натолкнулись на странный приказ. Приказ этот впрямую касается подразделения, в котором служили наши герои. Из него следует, что 16 ноября 1941 года 1075-й полк был выбит с занимаемых позиций у разъезда Дубосекова. Немецкие танки прорвались в направлении Москвы. И за это, подчеркиваю, командир полка Копров и комиссар Мухамедьяров были отстранены от руководства. Итак, где же правда? С одной стороны всей стране известно, что 28 героев ценой своей жизни остановили немецкие танки. Но и подлинность найденного нами приказа, говорящего, что немцы все-таки прорвались, сомнений не вызывает. Возникшее противоречие заставило нас более внимательно посмотреть на то, что происходило в ноябре 1941 года под Волоколамском. И оказалось, что история с подвигом 28 панфиловцев, событие, о котором, казалось бы, известны даже самые мельчайшие детали, на самом деле является одной из крупнейших загадок, оставшихся со времен Великой Отечественной войны, которую мы и намерены разгадать в настоящем расследовании. Итак, ноябрь 1941 года. Всю первую половину месяца на фронте под Москвой стоит относительное затишье. Немцы измотаны боями в октябре и подтягивают силы для нового наступления, которое назначено на 16 ноября. Но в советские войска также пришло пополнение. Например, численность дивизии генерала Панфилова, понесшей в октябрьских боях большие потери, восстановлено практически полностью. 6 тысяч человек. Так что первый удар панфиловцы встречают, можно сказать, во всеоружии. Вот документ, найденный нами в архиве Министерства обороны. Он прямо касается 1075-го стрелкового полка, одного из четырех полков панфиловской дивизии. Согласно донесению его командира полковника Копрова, полк 16 ноября 1941 года уничтожил 15 танков и около 800 человек личного состава противника. Потери полка составили 400 человек убитыми, 600 человек пропавшими без вести, 100 человек ранеными, 1100 бойцов. Это общая картина событий 16 ноября. При этом силами всего полка уничтожено 15 танков. Когда же совершили свой подвиг 28 героев, которые подбили еще 18 машин и довели таким образом счет сожженных танков до 33 единиц. Об этом в наших фронтовых сводках нет ни строчки. Есть лишь документально подтвержденный факт, что полк, понеся огромные потери, был с позицией все-таки выбит, а командира с комиссаром отстранили от исполнения обязанностей. Не сходятся пока концы с концами. Мы отправили запрос в военный архив Германии. Потеря такого количества танков в один день наверняка была отмечена педантичными и аккуратными немцами. Ответ пришел скоро, но ясности не добавил. Вот данные о потерях 11-й танковой армии, наступавшие под Волоколамском. 16 ноября 13 танков, 17 ноября 9, и так далее в сторону уменьшения. Эти данные примерно соответствуют цифрам наших сводок. Но, может быть, немцы, как это водится у военных, скрыли реальные потери 16 ноября. Мы постараемся ответить и на этот вопрос. Почему ни в одном архиве нет данных об уничтожении нашими героями 18 танков противника? О том, что такой бой произошел, сомнений нет. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 28 бойцам звания Героя Советского Союза заведомо фальшивкой быть не может. История их подвига широко известна. Было множество газетных публикаций, написаны книги, сняты фильмы. Может быть, исследование этих материалов и выведет нас на первоисточник. Откуда стало известно о том знаменитом бое? О подвиге гвардейцев-панфиловцев действительно написано много, и большинству авторов ссылается на то, что первые публикации появились в газете «Красная звезда». В архиве газеты нам удалось разыскать подшивки номеров, вышедших в военное время. Первая заметка обои датирована 27 ноября 1941 года и подписана фронтовым корреспондентом Каратеевым. В следующем номере уже целый отчерк на первой полосе. Называется «Завещание 28 павших героев». Подписан Александром Кривицким. Свыше 50 вражеских танков двинулись на рубежи, занимаемые 29 советскими гвардейцами из дивизии имени Панфилова. Смолодушничал только один из 29. Только один поднял руки вверх. Несколько гвардейцев, одновременно, не сговариваясь без команды, выстрелили в трусы и предатели. Далее в передовой говорится, что оставшиеся 28 бойцов уничтожили 18 танков противника и сложили свои головы все 28. погибли, но не пропустили врага. Следующий материал на эту тему вышел в «Красной звезде» уже после разгрома немцев под Москвой 22 января 1942 года. Здесь впервые названы фамилии погибших героев. Но вот что интересно. Состояние бойцов перед танковой атакой и сам бой описывается с такими деталями и подробностями, которые мог знать только очевидец. Но ведь известно, что все погибли. Анализ этого материала позволил нам сделать в расследовании значительный шаг вперед. Мы предположили, что кто-то из участников боя мог остаться в живых и рассказать об увиденном журналистам. Проверка этой версии стала своего рода сенсацией. Наше предположение оказалось верным. Это подтвердил в очередном очерке сам Александр Кривицкий. Оказывается, детали и подробности боя под Волоколамском ему поведал один из героев. Иван Моисеевич Натаров, которого журналист разыскал в госпитале. К сожалению, пишет Кривицкий, сразу после интервью, Натаров умер от ран. Братская могила, где похоронены 28 героев, находится в деревне Нелидово под Волоколамском. Судя по надписям, тела всех погибших солдат после боя были собраны вместе и вместе же преданы земле. Но нам удалось разыскать очевидца тех событий. И он рассказывает, что все было совсем по-другому. Вы, пожалуйста, написанным на памятнике не верьте. Потому что, насколько я знаю, после боя здесь вообще никого не осталось. Мы, дети, во время боя сидели в подвале. И когда наши отступили, а немцы пришли, мы из подвала вышли, и, естественно, по разговорам старших, соседей, родителей, узнали события происходящие. Нашли троих в снегу. А потом в марте, в марте 42-го года, я хочу сказать, вот, то нашли еще троих, в том числе политрука Клочкова, их командира. Вот, всего здесь захоронено шесть человек. И так, в бою панфиловцев с танками были не только погибшие, но и раненые. Это подтверждает и местные жители, и журналист Кривицкий, взявший интервью у умирающего красноармейца Натарова. Но вдруг кому-то еще удалось выжить, ведь в братской могиле на поле брани покоится лишь шестеро из 28 сражавшихся здесь бойцов. В архиве Министерства обороны мы запросили данные на всех героев боя у разъезда Дубосекова. Ответ, полученный из главного военного архива, стал сенсацией. Оказывается, в тот день остались живы еще несколько гвардейцев. Васильев, Тимофеев, Шемякин, Шабрин, Кожубергенов и Добробабель. Но в том же документе указывалось, что красноармеец Натаров Иван Моисеевич умер не от ран в госпитале спустя пять дней после боя. Он, согласно донесению, погиб еще 14 ноября 41-го года, то есть двумя днями раньше. А ведь именно Натаров, по утверждению журналиста Кривицкого уже в госпитале, умирая, рассказал ему о всех подробностях того дня, включая знаменитую фразу политрука Клочкова, сказанную перед сражением «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва». Бой действительно описан Кривицким с такими деталями, которые мог знать только очевидец. Но если Натаров умер раньше, то откуда появилась информация у Кривицкого? Пока эта загадка ответ на которую мы ищем. Тем не менее, шестеро бойцов действительно остались живы. Сейчас мы начинаем знакомиться с их второй жизнью, которая наступила уже после того боя, когда они, согласно утверждению Красной Звезды, все погибли. Я думаю, что вскоре нам удастся ответить на вопрос, что же в действительности произошло 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосекова. И почему события, ставшие достоянием гласности благодаря фронтовым корреспондентам, события, отмеченные высокими наградами государства, тем не менее, никак не отражены в официальных фронтовых документах того времени? Как мы помним, всем 28 панфиловцам посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Нас заинтересовало, а получили ли свои награды те, кто остался жив и как это происходило? Начали мы с Илариона Васильева и получили такой ответ. Васильев Иларион Романович в бою 16 ноября 1941 года был тяжело ранен и попал в госпиталь. После выздоровления направлен в действующую армию в тыловое подразделение. В 1943 году демобилизован по состоянию здоровья. Спустя три года после публикации указа о присвоении ему звания героя посмертно заявил о своем участии в бою. После соответствующей проверки без особой огласки получил звезду героя. Умер в 1969 году в Кемерово. Похожая судьба у Григория Шемякина. Уже после войны вернувшись в родную Алма-Ату где собственно и формировалась дивизия Панфилова он из газет узнал что ему посмертно присвоено звание героя. Попытка заявить о себе привела к скандалу. Его объявили врагом народа и дали восемь лет лагерей. После отбытия наказания он долго не мог устроиться на работу. Шемякин буквально обивал пороги предприятий в Алма-Ате но нигде бывшего зэка брать не хотели. Однажды он увидел объявление про мартели имени героя Панфиловца Григория Шемякина требуется слесарь. Попытался устроиться туда объясняя что он и есть тот чьим именем названо предприятие и хочет работать слесарем. Ошалевший директор попросил прийти завтра. На следующий день имени Шемякина на вывеске уже не было и на работу сюда его не взяли. Тем не менее после всех проволочек звезду героя он все-таки получил. Очень интересным для нашего расследования стало дело красноармейца Кожу Бергенова. Оказывается Даниил Кожубергенов непосредственно в бою не участвовал. Утром 16 ноября он был отправлен в Дубосеково с донесением где и попал в плен к немцам. В тот же день бежал и почти месяц скрывался у местных жителей. Был обнаружен конниками генерала Даватора совершавший мерейд под ламп противника. Вместе с ними вышел из окружения. Как лицо попавшее в плен и находившееся на оккупированной территории был задержан особым отделом фронта для проверки. Вот справка подписанная следователем по фамилии Соловейчик. Задержанный на допросах показал что является тем самым Кожубергеновым Даниилом Александровичем который считается погибшим в числе 28 героев Панфиловцев. В дальнейших показаниях Кожубергенов признался что он не участвовал в бою под Дубосековым а показания свои дал на основании газетных сообщений в которых о нем писали как о герои участвовавшем в бою с немецкими танками в числе 28 героев Панфиловцев. Даниилу Кожубергенову присваивают звание Героя Советского Союза его имя появляется на памятнике у деревни Нелидова. Когда выяснилось что Даниил в том бою не участвовал имя с памятника было стерто. Дела еще четверых участников боя у разъезда Дубосекова в архив министерства обороны попали оказывается совсем недавно. До этого они хранились в главной военной прокуратуре. Нас заинтересовало как и почему они там оказались. При ответе на эти вопросы открылись очень интересные обстоятельства. Они стали тем ключом который позволил нам проникнуть внутрь этой истории можно сказать с черного хода. Выяснилось что Тимофеев и Шадрин в бою под Волоколамском были тяжело ранены и попали в плен. Неоднократно пытались сбежать. После войны отсидели еще и в советских лагерях. Но в результате после всех издевательств допросов и проверок вышли на свободу и свои звезды героев в итоге получили. Но вот судьба Ивана Добробабина сложилась куда более трагично. Добробабин также попал в плен но бежал из эшелона который шел в Германию. Добрался до знакомых мест на Украине связался с партизанами и по их указанию пошел служить в полицию. Сделал много полезного для своих в 1943 году когда немцев погнали с Украины эти данные были проверены особистами все подтвердилось и Добробабин был зачислен в действующую армию воевал храбро награжден орденами и медалями но звезду героя ему дать отказались. в 1946 в 1946 году Добробабин вернулся в город Токмак где жил до войны оказалось что здесь его именем названа улица и стоит памятник в полный рост но когда он попытался обратить на себя внимание властей его арестовали и дали 25 лет лагерей за измену родины за то что служил в полиции также по представлению суда Добробабина лишили звания героя Советского Союза а у памятника отрезали голову и заменили ее на голову другого бойца панфиловца приговор изменнику родины Ивану Добробабину вынесли 9 июня 1948 года из лагеря он вышел 7 лет спустя но умер совсем недавно в 1996 году Итак шесть героев панфиловцев не погибли сталинские времена с их террором и подозрительностью остались позади казалось бы в этой атмосфере выжившие гвардейцы о подвиге которых знает вся страна должны быть окружены всенародной заботой на них должны сыпаться почести и милости а вместо этого им дают понять чтобы сидели тихо и не высовывались в том числе и те кто золотую звезду все-таки получил нет ли в этой несуразности пересечения с загадкой на которую мы ищем ответ почему бой 28 гвардейцев с танковой армадой когда 18 танков были подбиты а остальные повернули обратно почему этот бой никак не отражен во фронтовых сводках хотя резонанс и значение данного события были таковы что всем участникам присвоили звание героя Советского Союза мы продолжаем расследование изучая дела которые были заведены на нескольких оставшихся в живых панфиловцев главной военной прокуратурой мы обнаружили что все они были приобщены в 1948 году еще к одному делу тогда началось повторное расследование дело Ивана Добробабина который попал в плен и служил в полиции он утверждал что дрался с немцами у разъезда Дубосекова и это именно ему присвоено звание героя Советского Союза но звезду героя он не получал начинавшийся скандал мог бросить тень на подвиг панфиловцев поэтому органы безопасности чтобы неожиданно возникший герой не испортил уже сложившуюся благостную картину подняли еще раз историю его службы у немцев где изъяв некоторые реабилитирующие Добробабина материалы представили дело так что служил он немцам не по заданию партизан а добровольно и дали ему 25 лет лагерей но это повторное расследование имело совершенно неожиданные последствия вот очень интересная справка 1948 года допросом Добробабина установлено что в районе Дубосекова он действительно был легко ранен и пленен немцами но никаких подвигов не совершал и все что написано о нем в книге и статьях о героях панфиловцах не соответствует действительности в связи с этим главная военная прокуратура СССР провела обстоятельное расследование истории боя у разъезда Дубосекова и это расследование оказалось настолько важным что результаты его немедленно были доложены генеральному прокурору Советского Союза Сафонову 10 мая 1948 года генеральный прокурор бумаги получил пришел в ужас но доложил все обстоятельства дела на самый верх Жданову и Сталину и получил приказ дело засекретить вот оно рассекреченное дело сейчас мы откроем эту папку и посмотрим что удалось расследовать главной военной прокуратуре в связи с боем 28 панфиловцев против немецкой танковой армады может быть здесь мы найдем ответ на вопрос почему этот бой не попал во фронтовые сводки итак 16 ноября 41 года под Волоколамском дивизии генерала Панфилова вступает в бой с немецкими танками основной удар между разъездом Дубосекова и деревней Нелидова принимает на себя 1075 полк из показаний командира полковника Копрова цитирую В ротах к 16 ноября 1941 года было 120 140 человек Всего на нашем участке наступало 10-12 танков противника Эта танковая атака была отбита В бою полк уничтожил 5-6 немецких танков и немцы отошли В середине дня немцы открыли сильный артиллерийский огонь и вновь пошли в атаку танками На участках полка наступало свыше 50 танков Причем главный удар был направлен на участок 4-й роты В ней уцелело 20-25 человек Остальные роты пострадали меньше Это итог боев 16 ноября В 4-й роте уцелело около 25 человек но больше они в бой не ступали Немцы как мы помним прорвались и в результате полковник Копров и комиссар Мухаммедяров были отстранены от командования Откуда же взялась информация что в живых осталось 28 бойцов и они уничтожили еще 18 танков и остановили раскрепление немцев Может быть эту информацию мы найдем в материалах допросов журналистов Красной Звезды Каратеева и Кривицкого Оказывается Владимир Каратеев всю информацию о боях Панфиловской дивизии получил в штабе армии неделю спустя после этих самых боев Корреспонденту порекомендовали написать о каком-нибудь героическом бое взяв за основу информацию что на участке 1075 полка наступало 54 германских танка Их основной удар пришелся на позиции 4 роты где после боя осталось лишь около 30 бойцов из 140 Также Каратееву рассказали что во время боя двое струсили но их расстреляли свои же Люди дерутся не щадя своей жизни Таков был смысл данной журналисту рекомендации А далее Каратеев приезжает в редакцию Красной Звезды и докладывает главному редактору Артенбергу в числе прочего и о том как одна рота дралась танками противника И далее судя по материалам допроса начинается игра в испорченный телефон Из показаний журналиста Каратеева цитирую Артенберг меня спросил сколько же людей было в роте Я ему ответил что состав роты видимо был неполный примерно человек 30-40 Я сказал также что из этих людей двое оказались предателями Таким образом и появилось количество сражавшихся 28 человек потому что Артенберг говорил что о двух предателях писать нельзя и видимо посоветовавшись с кем-то решил написать только об одном предателе Мы открываем папку с допросом Кривицкого уже подозревая какой сюрприз нас тут ждет Действительно выясняется что Александр Кривицкий в ноябре 41-го года на фронт вообще не выезжал За основу своего очерка он взял уже значительно искаженную информацию Каратеева и дополнительно ее творчество переосмыслил То что как бы рассказал ему умирающий воец Нотаров это плод собственной фантазии журналиста из показаний Александра Кривицкого цитирую по части ощущений и действий 28 героев это мой литературный домысел я ни с кем из раненых или оставшихся в живых гвардейцев не разговаривал в Панфиловской дивизии был только однажды в декабре 1941 года а из местного населения я говорил я говорил только с мальчиком лет 14-15 который показал могилу где похоронен Клочков но это было уже в 1942 году Кривицкий подробно рассказывает как он создавал эту легенду и честно отвечает следователю что знаменитые слова Клочкова велика Россия а отступать некуда позади Москва он придумал сам а список погибших героев Кривицкий взял из непроверенного общего перечня потерь четвертой роты отсюда и накладки с живыми героями не будь их глядишь не завела бы дело главная военная прокуратура и не открылась бы правда вердикт вынесенный главной военной прокуратурой по делу о подвиге 28 героев панфиловцев следующий таким образом материалами расследования установлено что подвиг 28 гвардейцев панфиловцев освещенный в печати является вымыслом корреспондента Каратеева редактора красной звезды Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Александра Кривицкого Итак ответ который мы искали почему ни в одной сводке нет данных о боях в котором 28 бойцов сожгли 18 танков противника сами погибли но не пропустили врага теперь нам известен потому что такого боя не было он выдуман точнее в реальную историю героического боя всей панфиловской дивизии вписана сказка о 28 чудо-богатырях но возникает новый вопрос как могло произойти что эта сказка от начала до конца придуманная журналистами вдруг превратилась в быль и одураченным оказалось даже такое серьезное учреждение как Верховный Совет СССР который присвоил своим указом звание героев 28 бойцам панфиловцам оказывается следователи главной военной прокуратуры этим вопросом тоже задавались вот выдержка из допроса полковника Копрова меня о фамилиях никто не спрашивал в апреле 1942 года из штаба дивизии прислали уже готовые наградные листы и общий список 28 гвардейцев ко мне в полк для подписи я подписал эти листы на присвоение 28 бойцам звание героя Советского Союза кто был инициатором составления списка и наградных листов на 28 гвардейцев я не знаю нам удалось выяснить что инициатором награждения панфиловцев стал сам Георгий Константинович Жуков командующий западным фронтом всю вторую половину ноября бои под Москву ушли страшно но ценой массового героизма и огромных потерь враг был остановлен в декабре 41 года Жукову на глаза попался очерк в газете Красная Звезда и не вдаваясь в детали командующий приказал наградить всех погибших в этом бою героев с этого момента и началась раскручиваться пиар-компания соучастником которой по неволе стал полковник Илья Васильевич Копров апрель 1948 года из показаний полковника Копрова в конце декабря 1941 года когда дивизия была отведена на формирование ко мне в полк приехал корреспондент Красной Звезды Кривицкий вместе с представителями политотдела дивизии тут я впервые услыхал о 28 гвардейцах панфиловцах в разговоре со мной Кривицкий заявил что нужно чтобы было 28 героев панфиловцев которые вели бой с немецкими танками я ему заявил что с немецкими танками дрался весь полк и в особенности 4 рота 2 батальона но о боях 28 гвардейцев мне ничего не известно никакого боя 28 панфиловцев с немецкими танками у разъезда Дубосекова 16 ноября 1941 года не было это сплошной вымысел это Копров описывает свои разговоры с Кривицким и генералами в декабре 41 года но уже цифра 28 канонизирована благословение на развитие темы получено и остановить запущенный механизм практически невозможно поэтому Копров так легко потом и подпишет наградные листы он понимает абсурд происходящего но что-либо сделать бессиле не его уровень 16 ноября 41 года сразу после боя чудом уцелевший полковник Копров и комиссар Мухамедьяров были отстранены от командования полком за то что не смогли удержать немецкие танки они лишь на 4 часа приостановили германское наступление но уже на следующий день оба были восстановлены в должности а вся 316-я дивизия за боевые заслуги была награждена орденом Красного Знамени 18 ноября она получила наименование 8-й гвардейской дивизии 23 ноября ей было присвоено имя генерала Панфилова погибшего 5 дней назад оказалось что за те 4 часа когда полк Копрова отбивал танковые атаки немцев Жуков и Рокоссовский успели стянуть силы на направление главного удара немцев и очередное наступление на Москву захлебнулось но сделали это не 28 героев а вся дивизия генерала Панфилова в которой еще утром 16 ноября 1941 года было 6 тысяч бойцов герои все они и павшие и живые враг был остановлен а через 2 недели в начале декабря началось контрнаступление наших войск и разгром немцев под Москвой стал началом конца гитлеровской Германии под Москвой и разгром немцев и разгром немцев с